Друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим по поводу самой мега важной темы, то, что касается ресторанного бизнеса. Я думаю, вы не раз слышали фразу «место, место, еще раз место», потому что помещение, которое вы выбираете для ресторана и место, где вы выбираете, имеет определяющее значение, будет ли ваш ресторан прибыльным или нет. Мы разработали курс «Подбор помещений для ресторана и кафе», и вы, пройдя этот курс, вы сможете сами самостоятельно выбрать, какое помещение подходит под вас, если вы открываете кафе, ресторан, пекарню, шаурму, любую точку общественного питания. Услуга «Подбор помещения под ресторан» стоит в среднем 200 000 рублей, а курс стоит 15 000 рублей. Если стоимость 200 000 рублей многие рестораторы спокойно могут себе позволить, а вот для многих, кто открывает небольшие точки или кафе, это может быть неподъемной суммой. Поэтому вы можете купить курс, научиться сами профессионально подбирать свои точки. Я думаю для вас не секрет, что неправильно подобренное помещение для ресторана ставит под удар абсолютно всю сумму инвестиций. Неважно, вы потратили 2 миллиона, 20 миллионов или 200 миллионов для открытия ресторана. Вся сумма будет под опасностью. Поэтому подбор помещения для кафе и ресторанов является одним мега важным этапом и необходимо этот этап сделать максимально профессионально и как можно минимальными ошибками, которые вы можете совершить во время подбора помещения. Если вы даже пройдете под этот лендинг и прочитаете для кого этот курс, о чем этот курс, ну и про меня информация. Содержание курса вы уже много информации узнаете. А я вам хочу продемонстрировать, что у нас будет на курсе. Это у нас по нумерации второй этап. Здесь есть карта ресторатора, список требований ресторатора к помещению, список требований закона к помещению, документы какие должны быть в помещении, договор аренды соглашения, как их заключать, какие условия могут быть арендодателем, подводные камни помещения, что такое транзитная зона. И вот если я вам открою вот списки, которые мы будем изучать на курсе, она выглядит примерно вот таким вот образом. Соответственно на каждый из этих пунктов прикреплена конкретная, почему именно таким образом делается. Вот это второй этап, из чего она состоит. И вот в конце каждого пункта есть страница, про которую мы проговорим с вами на этом курсе. Например, одним из важных пунктов в Москве является электричество, киловатты, мощности, которые должны быть в ресторане. У нас был прецедент, когда человек просто решил проигнорировать вот этот маленький подпункт пункта одного этапа. Это привело к потере 27 с половиной миллионов рублей. Почему? Потому что по документам в помещении было всего лишь 40 киловатт электроэнергии на 650 квадратных метров ресторана. Это очень мало. Но фактически там было 150 киловатт электроэнергии. И человек пошел сознательно на риск, зная, что там по документам. Всего лишь 40 киловатт электроэнергии. Но когда рядом построили гостиницу, они забрали когда свои киловатты, в ресторане остался всего лишь 40 киловатт, которых вообще не хватило ни на кухню, ни на вентиляцию этого помещения. А ресторан пришлось закрыть. И стала к этому причиной маленькая ошибка, которая находится как раз таки на пункте коммуникации. Вот здесь вот электричество. Поэтому при подборе самого места не только важна локация, но и его технические требования. Также документы необходимо проверять, чтобы потом не получилось так, что вам отказали в лицензии, или не можете вы на полную мере использовать кухню, или у вас не работает вентиляция или кондиционирование. Или может быть так, что пожарники из-за нехватки выходов могут закрыть ваш ресторан с предлогом тем, что она не соответствует по пожарным нормам. Обо всем об этом вы узнаете на курсе подбора помещения для ресторанов и кафе. Я сейчас расскажу небольшой лайфхак. Представьте себе человека, который принимает решение о том, кому выдать это помещение. Обычно, когда вы заявку отправляете на сайт, человек, который принимает решение, кому давать, ему приходят такие вот листы. И у него приходит одна заявка, вторая заявка, третья заявка, четвертая заявка, да. И он должен определиться с этими заявками. А мы вас научим, как сделать презентацию. И она будет выглядеть таким образом. Все ваши конкуренты, которые хотят заполучить аренду, они будут выглядеть вот так, а ваша будет выглядеть именно так. Есть определенный метод, каким образом делать презентацию для арендодателя, чтобы самое лучшее помещение досталось вам. И это и многое другое также будет на курсе. Итак, ждем вас в обучении, как всегда, эксклюзивной информацией. С вами iBegXO. До встречи, друзья!